Посмотрите на эту огромную копию статуи Родины Матери. Всем привет! Это канал JPEG, где мы говорим обо всем, что связано с путешествиями. Меня зовут Валерия, я рассказываю о жизни в разных странах. Но недавно я словила себя на мысли о том, что мы редко говорим о той стране, в которой мы выросли сами. Поэтому сегодня я хочу вам рассказать о выставке, которая доказывает, что Украина это действительно вау. Итак, Ukraine Wow это интерактивная выставка в Киеве, которая работает со вторника по воскресенье на площадке багажного отделения под рампой. Кстати, там же находится музей железнодорожного транспорта, который предлагает своим гостям вернуться в прошлое и посмотреть, как путешествовали первые лица Советской Украины, да и Союза в целом. Вход на выставку Wow Ukraine располагается слева от вагонов. Вы можете купить билет онлайн или на кассе. И, ребят, его цена всего 50 гривен. Это действительно вау, потому что за такую цену вы получаете гораздо больше. Помещение выставки занимает около 4000 квадратных метров. Десятки интерактивных инсталляций, фотозоны, очки виртуальной реальности, экспонаты, кафе. Здесь действительно собраны уникальные богатства нашей страны, о которых мы даже не задумываемся. Выставка зашла настолько, что я посетила ее дважды. С первых минут вы понимаете, что она будет интересной и, что самое главное, годной. Сначала вы попадаете в зал с десятком чемоданов. Это крутая фотозона, которая создает настроение для фоточек в инстаграм. Кстати, совет. Лучше всего идти на выставку в будний день в первой половине дня. Почему, когда я хочу что-то записать, прибегают дети? На самом деле, несмотря на то, что у нескольких классов была экскурсия, места хватало всем. Благодаря большому помещению людям как-то удается равномерно распределиться по залу. К слову, внутри очень тепло. Поэтому я рекомендую оставить свои вещи в гардеробе на втором этаже. Уборные, конечно же, тоже есть. А еще мы заметили, что у меня ухо торчит, как у хоббита. Рядом с багажом вы видите колокол, который ранее подавал сигнал пассажирам о прибытии и отправлении поездов. Кстати, я не поленилась заглянуть вовнутрь. Но стоит вам повернуть голову, как вдруг вы оказываетесь в купе для великанов. Серьезно, только посмотрите на это. Огромная полка, стол, знакомый чай в металлическом подстаканнике. Это же круто! Сразу чувствуешь себя ребенком, которого родители взяли с собой в путешествие. Кроме того, мы обнаружили на столике секретную кнопочку. За прозрачным окном дети и взрослые пытаются вытащить свой счастливый билет. Другие гости прислоняют ушко к наушнику. Не знаю точно, как называется эта штука, но в разных приемниках играло что-то свое. Тут играет музыка какая-то. Прикольно оно. Да ладно, послушайте. А тут? А тут я слышу какие-то голоса. А тут вообще лес. Тишина. Кстати, напишите мне в комментариях, как называется сие приспособление. Спасибо заранее. Идем дальше. Справа от окна висят черные ящики, в которые можно занырнуть. О, мы залезли в один из кубиков. Каждая из них делится пейзажем Украины, атмосферным местечком и панорамой городов. Люди собираются в группе, чтобы взглянуть на мир глазами автора. Некоторые картины даже интерактивны. Вау, класс. А если все квадраты заняты, можно протянуть, нет, ну что вы, не ноги, руки. Причем не просто протянуть, а засунуть их в белый ящик. И попробовать отгадать архитектурные памятники Украины. Но будьте осторожны. Возможно, это будет не единственным, к чему вы прикоснетесь. Да, гости то и дело хватают друг друга за руки, пугаются и хохочут. Хотя на самом деле все совсем не страшно. Вот так выглядит спрятанная копия золотых ворот. В том же зале есть еще несколько интересных инсталляций. Например, гостям выставки предлагают отправиться в путешествие через всю Украину. На поезде Лесичанск-Ужгород, который проезжает более полутора тысячи километров за 31 чарс. Вау-окно позволяет пройти это расстояние экспрессом за 10 минут. Да и взглянуть на самый настоящий поезд получится у каждого гостя. Под крышей багажного отделения стоит ЧМЭ-3. Чехословацкий маневровый тепловоз с электрической передачей третьего типа. Всего для СССР их было построено 7454 штуки с учетом модификации. Ныне тепловозы ЧМЭ-3 зачастую используются как локомотивы пригородных поездов. Гости смогут рассмотреть кабину машиниста и дизель-генераторы. Внутрь тепловозы не пускают, но подняться наверх вполне. Кроме того, на поручнях тепловоза висят наушники, в которых можно расслышать шаги и разговоры торопящихся пассажиров. А дальше по коридору стоит один из самых масштабных экспонатов. Посмотрите на эту огромную копию статуи Родины Мать. Все мы знаем, что Родина Мать входит в рейтинг самых высоких статуй мира. Она это некий символ Украины. И что самое замечательное, в теплое время года можно подняться на ее верхушку. Правда, это будет задачей не из легких. Поскольку Родина Мать не задумывалась, как увеселительный аттракцион для туристов, путь наверх потребует от вас усилий. Мы уже поднимались на обзорную площадку. Я оставлю в описании ссылочку на статью с информацией о том, сколько это стоит, как это происходит и что нужно сделать для подъема. В мини-копию головы Родины Матери заходить не разрешается, но зато вы сможете увидеть удивительные кадры на экране и через очки виртуальной реальности. Я же говорю, что интерактивных элементов на выставке море. А еще у всех посетителей есть уникальная возможность увидеть оригинал первой напечатанной книги в Украине. Это апостол 1574 года. И всего таких книг осталось не более 50. Хотя начальный тираж львовского апостола составлял 1000 штук. Также под стеклом можно увидеть Евангелие в серебре. Очень красивая обложка. Книга толстая. Представляю, сколько она весит. Но самая объемная книга это Требник Петра Могилы. Или по-другому Евхологион. Только посмотрите, какая она толстенная. Петр Могила составлял свой Требник на основании греческих и древних славянских текстов. И если верить Википедии, даже внес католические учения, которые противоречат православной догматике. Например, условное крещение. Кстати, в 2012 году было заявлено, что ценные издания и редкие книги переведут в цифровой формат. В Национальной исторической библиотеке Украины обещали оцифровать литературу. Кто знает, обещанное воплотили в реальность? Можно ли теперь читать древние тексты, имея абонемент в библиотеке? Еще меня, как нумизмата и баниста, привлекли старые гривны. Посмотрите, какие они необычные. В зале вообще собрана исторически ценная информация. И про события, и про деятели истории, и про литературу. Сейчас посмотрим, какое послание нам оставил автор известнейшей Энеиды. А ну? Пожалишь бы оно не отвалилось. Мне он ничего не оставил. Но здесь между двух огней. Либо З усих утрат втрата часу найчащи. З усих утрат втрата часу найтяжьше. Либо же Хто не любит хлопоти вменеджитися просто и вбого жити. То есть Нельзя терять время. И кто не любит трудностей, у того ничего не будет хорошо. Конечно же Нельзя не упомянуть барочные царские врата 18 века. Так называемые врата в небо. Да, это такое сочетание народных мотивов и зарубежных стилей. В общем, огромное количество стендов рассказывает о природном богатстве Украины. О почве, о крупах, о полезных ископаемых. Чего только стоит стакилограммовая стена из янтаря. Посмотрите, насколько у нас действительно богатая страна. И то, каким будет ее будущее, зависит от каждого из нас. Не только от политиков. Это я обращаюсь к тем людям, которые ругают государство, но при этом сами тырят природные богатства и продают их мимо казны. Но да ладно, не будем о грустном. Конечно же, на выставке рассказывают об уникальных озерах. Ой, посмотри, разве не здесь мы были летом? Этим летом мы ездили к розовому озеру Сиваш. Добавлю в описании ссылочку на наше путешествие. В статье собрана полная информация по достопримечательности, включая маленькие лайфхаки. Озеро уникальное, не поспоришь. Но на выставке самым крутым и символичным лично для меня стали подсолнухи. Ой, я сейчас оплачу. Боже, как это мило. Дело в том, что в детстве когда-то мои подружки спрашивали меня о том, какая у меня мечта. И я отвечала им, что я хочу потрогать облака. На меня, естественно, посмотрели в смысле, Лер, но это же пар. Конечно, я знала о том, что облака это пар. Но мне очень хотелось сохранить детскую мечту не материальной, а символичной. Поэтому я решила отшутиться и сказала, хочу, чтобы все подсолнухи развернулись ко мне. Хотелось такого тщеславного признания. Уж очень в детстве не хватало безусловной любви близких. Да-да, закомплексованный психолог, я знаю. Но, несмотря на скептицизм друзей, облака я таки потрогала благодаря своим путешествиям. А подсолнухи, вы сами видите. Никогда бы не подумала, что желание исполнится спустя столько лет, да еще и в родной стране. Тот, кто это придумал, гений. Но отвлечемся от экспонатов на вкусненькое. Вполне возможно, что пока вы будете ходить по залам выставки, а поверьте, мы с вами не обсудили и половины, вы можете проголодаться. К счастью, на территории выставки работает небольшая кафешка и вагон-ресторан. Вы сможете попробовать вкуснейшие пироги. От 40 гривен за штучку. Как соленые, так и сладкие. Ну и к тому же в продаже есть чаи, кофе, печеньки. Внутри все напоминает настоящий вагон-ресторан, только чистенький. Пойдем. Наш вагончик-ресторан. Ааа, ну супер. Так, я беру чай и в одну руку попробую взять еще швекс. Пойдем. Мы взяли пирог с тыквой, вишней и сели за свободный столик. Так, ну что, попробуем? Я руками. Все такое вкусное. Вишенка такая кисловато, оберденно. Что ж, давайте вкратце пробежимся дальше. Не буду акцентировать внимание на каждом экспонате. Скажу только, что Вау Юкраин покажет своим гостям последний автопортрет Казимира Малевича, Иньян Украины и работы авторов. А в одной из комнат вас даже научат ткать ковры. Как вы знаете, плетеные создаются путем завязывания узелков на нитях основы. Один мастер может завязать за смену до 10 тысяч узелков. Тканые ковры получаются благодаря переплетению продольных и поперечных нитей на тканском станке. Валеные ковры свайлачиваются из шерсти. В отличие от восточных стран, они у нас не пользуются широкой популярностью, но это настоящее искусство. К тому же, как и вышивка, очень тренирует усидчивость. Люблю вышивать. После зала с коврами вы попадаете в мини-сказку ночного города. Миниатюрные поезда и железные дороги, огни в игрушечных домиках и меняющийся фон. Посмотрите, какая прелесть! Думаю, что каждый ребенок мечтал бы о таком аттракционе у себя дома. Кстати, напротив ночного городка есть место для отдыха. Что-то вроде скамеечек для тех, кто стал ходить. Потому что выставка действительно огромная. И это мы с вами прошли только половину. Кстати, у вас будет два пути. Пройти дальше через коридор с изображением вокзалов. Там же вы сможете посмотреть на модель замка. Или поиграть в большущие пятнашки, собирая картину. Или же вы сможете пройти по удивительному розовому вагончику. Старому вагончику дали вторую жизнь, окрасив его в розовый цвет. Пойдем посмотрим, что там внутри. Когда заходишь вовнутрь, кажется, что ты попал в какую-то искаженную реальность. Сверху донизу он разукрашен в черно-белый цвет. Кривые линии искажают пространство настолько, что начинаешь путаться, где потолок, а где пол. Тем более, когда к стене прибиты подушки, рассказывающие сказки. Слушай, мне кажется, что здесь можно прислоняться к подушечке и слушать, о чем там говорят. Ступ колес слышу. Такое ощущение, что это радио какое-то. На выставке вообще много аттракционов виртуальной и дополненной реальности. Например, нам понравилась реконструкция замка в Ужгородской области. Очень реалистичное ощущение. То есть не сама картинка, она больше напоминает мультяшную, а погружение. Ой, господи, сейчас табличку. Штуктось. Далее есть крутейшая зона с камерами хранения. Серьезно, я считаю, что это тоже одна из самых стоящих инсталляций выставки. Все дело в том, что когда вы открываете дверцу, то видите не просто пустой шкафчик. И даже не всегда какой-то предмет. Вы можете открыть целую дверищу в другое помещение. Например, можно попасть в украинский домик. Эдакую хатку в росписи. Посмотрите, какая она народная. Мгновенно вы можете перенестись из Киева в Ровенский тоннель любви. Причем он выглядит настолько реалистично, не сразу понимаешь, что это фотообои. Гляньте, это же гениально. Древний инструмент бугай. Глубочайшие шахты, в которые страшно заглянуть. Музыка разных областей и городов. Стоящее, уходим. И даже послойная голограмма Киева-Могилянской академии. Понимаете? Десятки дверей доказывают, насколько Украина интересная страна. Кроме того, можно будет попугать других гостей. Кто это такой? Наверное, я повторяюсь, но скажу еще раз, что выставка интерактивная на все 100%. Мы часто посещаем такие мероприятия, и пока что эта выставка заняла топ. Опять-таки, в небезызвестном экспериментариуме Киева тоже можно пощупать руками большое количество вещей. Но там и цена, извините, далеко не 50 гривен. А здесь вы можете найти именно известнейших спортсменов Украины. Озвучить мультфильмы в отдельной кабинке. Правда, там обычно собирается очередь, но это не страшно. Можно будет пособирать мусор с помощью 3D-проекции. Особенно детишки в восторге от такой игры. И получить наклейку «Амбассадора выставки», если вы правильно ответите на три вопроса про Украину. У нас такая есть. Классно, когда ты знаешь факты о своем государстве, а его сердце начинает биться чаще, когда вы рядом. Каждый украинец может почувствовать любовь к своей стране благодаря инсталляции «Сердце Украины». Очень трогательный момент выставки. Тем более, когда вы видите карту Украины и количество людей, которые отметили себя на ней. Нет слов. Но чтобы не грустить, авторы выставки подготовили финальный аттракцион с мотивирующими и глубокими мыслями. В прозрачном боксе есть отверстие с летающими билетиками. И тут получился забавный момент. Помните, в самом начале я говорила о том, что была на выставке дважды? Так вот. В первый день я вытащила билет с мотивашкой о том, что если сегодня ты будешь делать то, что делала вчера, значит ты будешь там, где ты и был вчера. Логично. Но не в этом суть. Этот билетик буквально прилип к отверстию, когда я подошла. И в первый день я закинула его обратно. Но когда я пошла доставать билет на второй день... Это то же самое, что попался вчера. Он опять прилетел мне в руку. Тот самый. Один в один. Я была в шоке. Хоть я и человек науки, психологии в частности, и знаю, что такое закономерности и апофения, но черт побери, такие знаки это так прикольно. Я не могу поверить моему вкусу. Причем Виталик тоже решил попытать удачу. Вытянул билет с какой-то другой надписью. Кинул его обратно. Потом попробовал еще раз. И ему опять попался его же билет. Вы представляете? Можно, конечно, предположить, что там всего два вида билетиков. Но все равно, какова вероятность вытянуть один и тот же? Каждый свой. Слушайте, если вы были на выставке и тянули билет, напишите, какое послание попалось вам. Будет очень интересно почитать, кому что подсказывает судьба. Ну а если вы еще не ходили на Вау Юг Хейн, то обязательно выделите время. Оно того стоит. И да, я буду делать обзоры различных мероприятий. Если хотите, чтобы они выходили чаще, ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь на канал. И помните, что каждый человек гений.